Всем привет, с вами Олег Сканабередлаб. Работаем с картами, смотрим прогноз погоды на ближайшие дни, делаем вывод о катаклизмах. Начинаем с чистоты воздуха и Северной Америки. Видим, что все чисто, все отлично. Немножко вчера побуянила, конечно, погода в Техасе. Торнадо, там была вспышка. Но зато пожары притихли, видно, что ничего не горит. И тоже все прекрасно у нас в Южной Америке. В Южной Африке тоже все отлично. На Мадагаскаре прекрасно. А вот в Сахаре мы видим здесь между Чадом и Мали довольно-таки мощные бури сейчас происходят в Сахаре. Немножко они идут сюда до Альжира и до Южной Испании. Но дальше мы видим, что они уходят пыль в океан. Также мы видим бури сейчас, пылевые, наблюдаются в районе Персидского залива. В основном направлены они в сторону Сирии. В Европе, в общем-то, все более-менее хорошо. Сейчас в Евразии на севере тоже. Вот здесь на Ямале что-то горит, наверное, какая-то нефтяная система. Там на Дальнем Востоке тоже все хорошо. Мы видим, что потихонечку в этой котловине затухает буря. Ну, здесь по Южной части еще остается. Задымления у нас рабочие такие на Востоке Китая. И видно вот локальные какие-то, не знаю, то ли сезонные какие-то поджоги. Такие специальные. Смотрите, в Лаосе вот так точно, да, на севере Вьетнама. В Мьянме такие вот точные явления. Это какие-то необычные изменения. Ну и смотрим здесь на северо-западе Австралии. Здесь еще что-то продолжает эмиться. Так, теперь давайте с вами посмотрим, где у нас какие осадки сейчас происходят. Осадки продолжаются в районе Турции. Чуть-чуть совсем на Ближнем Востоке. Южный Каспий здесь со стороны Ирана. Также мы видим дождик на Пиренейском острове. Не успокоится никак погода. Опять у них дожди. Там местные люди жалуются. Как-то они уже рассчитывают на теплую весну. А у них дожди. Но это, конечно, все мелочи по сравнению с тем, что происходит у Исландии. Там все циклоны практически зависают над этой стороной. И далее они идут в сторону Норвейки. Сюда Кольского полуострова, Новой Земли. И видно, что высадку такую делают на Северный Урал. Еще циклоны находятся у нас в Сибири. Ну и здесь в горах Южной Азии, Средней Азии. Значит, что такое интересное пишут подписчики. Вот Добрыня из Свердловской области сообщает о том, что пересохли колодцы. Представляете, пересыхает колодцы. Причем пересыхают не только в одном населенном пункте, но и подтверждено, что в соседних населенных пунктах тоже наблюдаются те же самые явления. И река измельчения происходит. Вот это важно. Несмотря на то, что, в общем-то, снегу выпало довольно-таки прилично на Южном Урале в этом году. Но видно, что это не помогает. То есть это связано с грунтовыми водами. Вот. Также, если вы помните, вчера в Самарской области была гроза такая снежная. И вот славянский шкаф находится в Самарской области. Пишет подписчик, что плюс ощущался у них. Вот. Ну, каша такая. Мокрый снежок. Вот. Но все равно, все равно весна идет. Соответственно, настроение отличное. Ну, вот теперь вот это все потихонечку перемещается. Мы видим в сторону Сибири. Идет сюда, в сторону Якутии. Так. Теперь давайте посмотрим, что у нас происходит на Дальнем Востоке. На Дальнем Востоке у нас снежные циклоны. В Магаданской области, на Камчатке, на Чукотке. Вот. Также у нас по Курильским островам идут. Видно, что серьезные такие грозы сейчас наблюдаются. Мьянма, Таиланд. Вот. Юг Китая. Можно отметить. С Японии уже вышла эта система. И она, в общем-то, никому не угрожает. Находится в Индийском океане. Так. Смотрим здесь вот циклон на северо-запад от Австралии. Еще один находится в Тихом океане. Типичная ситуация, когда в Восточной Индонезии, Папуа. Здесь дожди и грозы. То есть, одно из самых сырых мест на Земле. Немножко дождливо на Южной Австралии. И вот эта вот система с этим хвостом, вот, центр циклона. А хвост его проходил прямо через северный остров, прямо через Окленд. И сообщают новозеландцы, что там чуть ли не рекорды по количеству осадков за сутки поставлены были. Так. Ну, теперь давайте посмотрим, что на Аляске у нас. На Аляске у нас прекрасная погода. Здесь, правда, северный ветер задувает. А вот все осадки идут сюда, в сторону Западной Канады. Через центр Канады, вот так, Т-образный, смотрите, буква Т, и идет вот сюда, вот, куда-то на юг. А здесь как раз соединяется, смотрите, с другим циклоном, который сейчас находится на Великих Равнинах. И хвост идет как раз через Техас. То есть, в Техасе угроза торнадо продолжается. В общем-то, все это так и есть. И сегодня видно, что хвост циклона вот на Восточной Канаде выходит в океан, никому не угрожает. Смотрите, он доходит аж до Пагамских островов и Кубы дотягивается. Так. Дальше смотрим Южная Америка. Здесь у нас в Аргентине сильные грозы, кое-где есть в Бразилии. И на юге Чили здесь уже осенние такие дожди, видно, что большое количество осадков, но там мало кто проживает. Так, давай теперь посмотрим в Африке. В Южной Африке у нас грозы наблюдаются. Ну, все, давай теперь посмотрим, как же будет развиваться у нас событие ночью сегодня. Что интересного произойдет. Но вот эта система с Техаса пойдет вот в более восточные штаты, то есть где-то вдоль реки Миссисипи будет в Теннисе до Мичигана доходить. Так что жителям этих штатов надо быть очень аккуратным. Так-то в Евразии у нас прекрасная погода, в Европе прекрасная погода. За исключением Пиренейского полуострова и самого юга Греции, Турции, окрестностей южных Каспийского моря, ну и гор Средней Азии. Продолжает у нас заход идти с севера сюда вот этих циклонов, которые огибают Европу. Да, и вот они так выпадают через Урал и идут в сторону Сибири. Так, ну и смотрим теперь вот здесь вот у нас Мьянма, Таиланд, какие события происходят. И здесь такие довольно слабенькие циклоны в Индийском океане, но они движутся в сторону Манагаскара. Ну и в Южной Чили продолжает заливать и будет заливать сегодня ночью. Давайте посмотрим завтра днем, что у нас ждет интересного. Опять этот хвост циклон, смотрите, он малоподвижный циклон, он сам будет у южной части Великих Озер, но хвост тут его и будет идти сюда вот в сторону Флориды направленный. Соответственно, опять в Штатах вдоль хребта Адирандак у нас ожидается непогода. В Европе завтра прекрасная погода практически везде, за исключением Северной Скандинавии и Южной Испании с Португалией. Ну и также в Малой Азии, на Ближнем Востоке здесь видно, что будут осадки в виде дождя. Ну и в Сибири у нас непогода отмечается в связи с приходом этих циклонов. Так, ну что, давай теперь температурные режимы посмотрим. Значит, что интересного про температуру? Мы видим, что чрезвычайно тепло, то есть такой тепловой купол сейчас образовался над всей Европой. И вот сообщают в Молдове, то что у них ночью было минус 6, а днем получается плюс 17. Понимаете, 23 градуса у них колебания температуры, суточный ход. Вот, то же самое Виталий Вишталюк сообщает, что теплый солнечный день, насекомые летали вчера. Но мы видим, что в Украине действительно больше 10 градусов. Вот, в Гомеле плюс 14 градусов, в Минске 13. Ну и вот только начиная с Эстонии немножко прохладнее. Причем в Таллине 9 градусов, а в Хельсинки уже плюс 4, в Санкт-Петербурге всего лишь 3 градуса. Ну а вот в Бельгии у нас плюс 18, то есть Бельгия сейчас одна из теплейших стран в Европе находится, да. А даже если мы возьмем вот Южную Португалию, там, либо Испанию, там не дотягивают, и в Италии не дотягивают, и на Балканах не дотягивают до этого уровня. Вот такие метаморфозы, погоды. Ну и вот это тепло распространяется, видно, что и в Москве плюс 6, в Воронеже плюс 5, но вот в Поволжье уже не так, уже плюс 2, плюс 3, но все равно плюс. И вот это идет до Урала, вот Южный Урал, Екатеринбург, Челябинск, здесь минусовые температуры, в Оренбурге 0, по Северному Казахстану у нас прохладно, да, минус 5, в некоторых населенных пунктах на юге уже становится более-менее теплее, но хотя о таком теплой погоде говорить не приходится, то есть всего плюс 7 наблюдается, что довольно-таки прохладно. Вот, в Южной Сибири у нас Томск минус 5, Новосибирск минус 5, Барнаул минус 2, в Красноярске минус 2 и в Иркутске минус 3. А в Якутии у нас в Якутске минус 12, но вот мороз спрятался здесь со стороны Восточной Якутии. Также смотрим у нас на Камчатке еще легкий морозец, ну, здесь циклон находится вдоль Курильских островов, прохладно, сохраняется на Дальнем Востоке, но уже такая умеренная, да, минус 3, а в Японии минус 3, ну, и вот в Кореях там тоже около нуля температуры. Прохладно до Южного Китая, смотрите, здесь практически 10 градусов до самого юга, вот только вот на самом-самом юге Гонконг, вот здесь 23, вот Юлин, вот здесь 20 с лишним градусов. Потихонечку разогревается Индия, но сороковку пока она не превысила. Так, смотрим теперь Северная Америка, что здесь интересного, а здесь перепад температур, смотрите, холодный воздух идет по скалистым горам, здесь минусовые температуры, Денери минус 4, и теплый воздух вот идет таким потоком Сиканского залива, соответственно, на границе этих потоков возникает прохладная погода. Так, ну что, давай теперь смотреть, что у нас будет ночью. Ночью, кстати, ночь будет холодная, даже дойдет до Перенеи, и в Испанию холод дойдет, смотрите, Северная Африка, тоже Турция, как холодно будет, вот, довольно-таки серьезная температура, вот, будет в районе Смоленской области, да и через Скандинавию здесь попытается морозиться, проникнуть, такая одна из последних атак холода. И опять смотрим перемет, опять через, у нас получается, Эфиопские горы, через Кению, сюда опять Южную Африку устремляется от прохлада, мы видим, этот поток работает регулярно. Давайте посмотрим теперь завтра дневные температуры, ну, завтра будет повторение сегодняшней же картины, практически точно так же. В Европе будет тепло, за исключением вот Урала, может быть, Поволжье, и здесь Кавказ, Турция, и Перенейский полуостров. Прохлада спускается вот сюда, на север Африки, прохлада у нас на Ближнем Востоке, хотя видно, что уже тепло совсем рядом, буквально в пару-тройки сотни километров уже совсем по-другому все можно наблюдать, вот, и примерно такая же ситуация, как сегодня наблюдается и в Северной Америке. В Сибири небольшой морозец содержится, в Якутии тоже, видно, что холодок сейчас скопился только около Таймыра, и на севере Якутии, Колыме, в этих регионах. Так он, конечно, потихонечку покидает Евразию. Ну, и что, смотрим теперь последний день марта, 31 марта, и здесь принципиальных-то изменений нет. Немножко холодает вот в окрестностях Балтики, и, в общем-то, северо-восточной Европы, такое вторжение прохлада. Зато вот здесь по югу, в сторону Южного Урала, идет такой поток теплого воздуха, и он прогревает и Среднюю Азию, и даже достается здесь Сибири, и доходит до Восточной Сибири потихонечку. Ну, азиатская часть изменений мало, то есть примерно то же самое мы видим и в Кореях, и в Японии, и на юге Китая. В США, в общем-то, пробивается теплый воздух, проходит в Канаду, полностью убивает мороз, даже скалистый город, здесь только в хребтах, хребты остаются заснеженные подморозцем, да, и по югу вот здесь уже такие прям тропические собираются системы. А вот в районе Великих Озер сюда вот идет такое позднее похолодание со стороны Гудзонного залива, и на северо-востоке США будет прохладно, так же, как в Восточной Канаде. Ну, а с Вами был Алекс, канал Бередлаб, же отличного прожения.